Коллеги, приветствую вас! В этом видео мы с вами поговорим, как работать с обновленной платформой ГИС Торги. Ранее это была платформа Торги Гофру. Домин остался тот же, но платформа полностью обновилась. Итак, что нам необходимо сделать, чтобы найти нужное нам имущество? Первое, зайти во вкладку Торги. Что нам высвечивается? Нам высвечиваются категории имущества, то есть транспорт, недвижимость, земельные участки и так далее. То есть это конкретный запрос, что нас интересует. То есть мы спускаемся немножко вниз и здесь есть виды торгов. Это, как вы видите, их очень много. То есть аренда и продажа земельных участков, аренда безвозмездное пользование, продажа и так далее. Что значит виды торгов? Виды торгов это значит то, на основании какого закона реализуется. То есть, к примеру, если вы хотите купить только конфискованное имущество, то вам нужно будет реализация обращенного в собственность имущества государства. Если вы хотите приобрести имущество с документами, то вам необходимо нажать продажи имущества. Если вы хотите арендовать земельные участки или купить, то в этом случае вам нужна будет вкладочка аренды продажи земельных участков. Давайте более подробно рассмотрим все. К примеру, меня интересует абсолютно любое законодательство, но я хочу купить автомобиль. То есть мой целевой запрос автомобиль. Я кликаю на вкладку транспорт и что мне здесь высвечивается? Мне высвечивается абсолютно все имущество, то что у нас находится во вкладке транспорт. Итак, давайте посмотрим самое первое. Автобус паз, да? То есть мы первично можем посмотреть фотографии. Фотографии как могут быть, организатор торгов может их выложить, может и не выложить. В принципе, это не важно. Следующее, что мы видим. Мы видим на основании какого закона реализуется. Мы видим вкладку, да? То есть именно вид торгов, где мы можем найти это имущество. Дальше мы видим способ реализации. И мы видим, что у нас опубликован, да? То есть еще приема заявок нету, а только опубликован данный лот. И мы видим, что реализуется посредством публичного предложения. Также здесь мы видим какую-то первичную информацию. Видим регион, в котором проходят торги. Видим начальную цену данного имущества. Та цена, да? То есть с которой стартует. Видим дату окончания приема заявок. И электронно-торговую площадку, на основании которой у нас именно там, где у нас будут проходить сами торги. Спускаемся немножко вниз. И что мы здесь видим? Что вот автомобиль Toyota, какие-то первичные фотографии. Мы видим, что реализуется на основании постановления правительства Российской Федерации номер 1041. Реализуется он на электронном аукционе. И он также только опубликован. Видим, что реализуется у нас в Алтайском крае. Начальная цена его составляет 224 тысячи рублей. И дата окончания приема заявок мы также видим. И где будет реализовываться на электронно-торговой площадке Сбербанк АСТ. Итак, вы можете просмотреть абсолютно все автомобили, которые вас интересуют по всей России. Если вам нужно, к примеру, выбрать конкретно регион, да? То есть в котором вы хотите приобрести. У нас здесь есть, ниже кнопочка, субъект, местонахождение, имущество, да? То есть нажимаем выбрать, кликаем по нему. Она часто зависает, поэтому не обращайте внимания. То есть это все-таки государственный сайт. Но почему-то именно регионы постоянно зависают. Дальше, к примеру, я нахожусь в городе Томске и меня интересуют все автомобили, которые реализуются в Томской области. Все, система автоматически покажет все-все-все автомобили, которые у нас продаются. Итак, что я вижу, что по 229-му федеральному закону, это от приставов, реализации имущества должников, у нас продается вот такой автомобиль, да? То есть и в принципе я все просматриваю. Дальше я вижу, что по 178-му, это от государства, продается вот газ с начальной ценой 177 тысяч рублей. Все, и все это я так могу спокойненько просматривать. Здесь я понимаю, что у меня настроено так, что здесь у меня идет и продажа, и аренда земель, транспорта, как с документами, так и без документов. Теперь, к примеру, меня интересует, я сейчас обновлю платформу полностью, да? То есть, к примеру, меня интересуют автомобили исключительно с документами и исключительно, чтобы я не тратила свое время и могла спокойно зайти и посмотреть, да? То есть, фотографии, состояние. Что мне в этом случае необходимо сделать? Итак, что необходимо сделать? Зайти во вкладку торги, спуститься немножко вниз. Виды торгов. То есть, в продаже имущества и реализации имущества должников я найду нужные мне автомобили, да? То есть, они будут 100% с документами, но в реализации имущества должников это имущество от приставов. Это то самое, конфисковое на имущество самых обычных людей. Соответственно, с этим имуществом я не работаю, оно мне неинтересно. Нажимаю вкладку продажи имущества. Итак, я нажала вид торгов продажи государственного и муниципального имущества. Итак, я выбрала вид торгов продажи государственного и муниципального имущества. Что здесь у меня показывается? Здесь показывается абсолютно все имущество, которое реализуется в данном виде торгов. То есть, оно реализуется на основании 178 федерального закона и разными способами. То есть, публичным предложением, аукционом и так далее, да? То есть, те виды, которые у нас есть по реализации. Как я уже говорила ранее, меня интересуют исключительно автомобили. То есть, я хочу выбрать автомобили. Я нажимаю снизу категорию и нажимаю транспорт. То есть, мне покажут все автомобили, которые реализуются непосредственно от государства. То есть, на текущий момент пока во всех еще регионах то, что есть. Следующее. У нас есть форма проведения торгов. Форма проведения торгов у нас приравнивается к виду торгов. То есть, в каждом виде торгов есть способ реализации. Это аукцион, публичное предложение, либо торги без объявления цены. Поэтому на первичном этапе я вам рекомендую это все не трогать. То есть, на первичном этапе я вам рекомендую выбирать исключительно вид торгов, категорию и, к примеру, субъект местонахождения. То есть, то имущество в регионе, в том регионе, которым вас оно именно интересует. Далее здесь у нас есть параметры лота. Параметры лота это что опубликован, прием заявок и так далее. На текущий момент, если вы ничего не выберете, то, в принципе, то, что завершено, показываться уже не будет. Я обычно всегда выбираю опубликован и прием заявок. Это то, где я могу поучаствовать. Если мне нужно посмотреть аналитику, то я выбираю либо не состоялся, либо отменен. Валюту мы не выбираем. Можем также выбрать начальную цену. Спускаемся немножко вниз. Мы можем выбрать номер извещения, организатора торгов, правообладатели и жалобы. На самом деле это все, ну, скажем так, бесполезные функции, потому что на первичном этапе, для того, чтобы нам просто посмотреть то, что имеется на торгах в вашем регионе, да, то есть, достаточно выбрать категорию, вид торгов и местонахождение имущества. И давайте я сейчас нажму, что я нахожусь в городе Томске, субъект местонахождения имущества, и покажу вам то, что имеется на текущий момент. Томская область. Ждем сбилось, такое бывает. Выбираю Томская область. Ок. И сейчас все покажут все автомобили, которые есть в Томской области, да, то есть, ну, какие-то запасные части. И вот так я могу отсортировать максимально быстро, максимально просто. Мне для этого не нужно никаких, ну, более платных программ, потому что здесь есть все. Также мы с вами можем отсортировать по дате публикации, по начальной цене, по дате обновления, по дате окончания приема заявок и по итоговой цене. Также очень такой интересный момент. Если вы хотите сделать выборку для вашего клиента, либо для ваших знакомых, вот здесь вот вверху есть вкладочка «Выгрузить результаты поиска». То есть, все параметры, то, что вы забивали, вы можете выгрузить в Excel табличку и посмотреть, да, то есть, выгрузили. То есть, заходим и смотрим, что здесь у нас имеется в данной Excel табличке. То есть, правда, видим, что вид торгов, форма проведения, видим, на какой площадке номер развещения, номер статуса и ссылка на лот. Вот, да, то есть, даты и время, кто является организатором торгов, мы с вами можем понять, это государство или какая-то привлеченная организация. Это нам нужно для того, чтобы определить, есть там комиссия или нет. Видим описание лота, предмет торгов и так далее, да, то есть, в целом, очень много информации. И также первичная информация, да, то есть, очень много информации, которая упрощает нашу работу как брокера.